Музыка Волгоград Это большой, красивый, а что самое главное, футбольный город. Здесь, на территории Волгограда и его области, рождались и гибли многие профессиональные футбольные клубы. Ну а где сейчас те, кто прославлял Волгоградскую область на футбольном поприще? Если вы еще не в курсе, то скорее заглядывайте на огонек, наливайте себе чаю, кофе или кому как по вкусу, ну а мы начнем. Волгоград в свои лучшие года имел хороший футбол. Были хорошие команды, которые хотели и могли. В общем, было за кого гордиться. А вот некоторые из клубов города и его области, вырываясь на международную арену, приносили и показывали внушительный результат. Были достижения, которых до сих пор не с кем сравнить. Ну а сейчас мы поговорим об одной из таких команд. Камышинский текстильщик. 1956-1998 год. Вспомним сразу, мы говорим только о профессиональных годах футбольных клубов в России. Так что 19-й и 88-й год. Это год первого снятия текстильщика со второго дивизиона и лишения статуса профессионального коллектива. Текстильщик из Камышина, город с населением в 100 тысяч человек, прогремел на всю страну, попав в кубок УЕФА. Поставив рекорд, который до сих пор никто не смог переплюнуть. Но об этом позже. Сейчас мы узнаем, как он живет и где обитает. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как главный тренер команды, текстильщика. С какого момента вы занимаете пост тренера команды? В 2019 году меня назначили главным тренером. Но этот год был неудачный, как бы скажем, для футбольных болельщиков. Потому что начали это вроде здорово и команда на первом месте шла после трех туров. Ну а потом из-за пандемии чемпионат закончился. Ну да, пандемия, она очень так повлияла на весь футбол, не только низший. Главное событие в истории текстильщика это вот кубок УЕФА. Да, с хорошим счетом, как мы знаем, самым громким в истории еврокубковых матчей. Это с венгерской Бехичабой. С Бехичабой, Венгрия, да. Сыграли 6-1, самый громкий результат. А вот сейчас команда играет у нас в, получается, чемпионате Волгоградской области. Какое место она сейчас занимает? На данный момент мы занимаем третье место. Вообще, у команды есть планы подняться выше, принять участие в третьем дивизионе России, ЛФЛ, коллектив «Физическая культура», вроде как он еще называется? Раньше так называли. Ну да, конечно, желание-то есть. Это опять же для болельщиков. Чем команда выше играет, тем болельщики больше собираются на трибунах. Это для них радостней. Ну, вопрос в другом, вопрос в финансовом положении. То есть, будет финансирование, команда будет играть выше. Ну, как мы видим, команде надо помочь. Иначе команда хорошая раньше была. Сейчас, как мы все знаем, мы не глупые. Сейчас российский футбол. Прекрасно понимаем, кто занял, кто его опускает ниже. Но мы будем надеяться, что еще тиктильчик поднимется, еще будет выступать на профессиональных аренах. И пожелаем вам удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. За несколько лет команда пришла к высшему дивизиону. А в 1992-м и вовсе дебютировал в высшей лиге России. Дебют мог и не состояться. Но благодаря некоторым московским личностям, задумавшим бунт, текстильщик попал в футбольную элиту. Сходу ввязаться в чемпионские баталии с кромнягом не удалось. Но занять достойно. Десятое место они смогли. Сейчас мы смотрим матч текстильщика с Винером. Но и продолжим рассказывать историю клуба. На сезон 1993-го года для текстильщика стал историческим. Пройдя стабильно по сезону, проиграв всего два домашних матча, Локомотиву из Нижнего Новгорода и Динамо Ставрополь, Камышинс отобрали очки практически у всех лидеров. А прямые конкуренты ЦСКА и Уралмаш узнали, что дома папа, отхватив по разгрому. Кстати, для текстильщика разгром Уралмаше 5-1 так и остался самым крупным в чемпионатах России. В итоге заняли четвертое место и получили право попробовать себя в кубке УИФА. В этом же году Ротер занял второе место. Но для маленького городка попадание в кубок УИФА стало чем-то, что было просто за гранью. Дебют в кубке УИФА оказался удачным даже более чем. В первом же матче была напрочь разгромлена венгерская Бехичаба 6-1. Этот результат остался лучшим в истории дебютных еврокубковых матчей и до сих пор не побит. Но даже несмотря на это, история текстильщика в еврокубках оказалась недолгой. Уже в следующем раунде они вылетели от Нанто, проиграв оба матча. Ну а дальше, как это обычно бывает, текстильщик начал потихоньку сбавлять обороты, опускаясь ниже, ниже и ниже. И из-за отсутствия в конце разумительного финансирования текстильщик перестал свое существование на профессиональной арене. Но было еще пришествие текстильщика на профессиональную землю. Но, как мы знаем, это уже была другая команда. Мы все это прекрасно понимаем. Другая команда, другие цели и отсутствие амбиций. Пришествие на профессиональную землю было с 2003 года по 2007 год. Но, опять же, повторюсь, это была уже другая команда, с другими целями и отсутствием амбиций.